МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала заходят губы. У меня все свое. Вот с появлением ваших губ на вашем лице, что изменилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубокие морщины, гиперпигментация, увядающая кожа. Все это кажется нам таким непривлекательным, что мы стараемся продлить молодость всеми возможными способами, даже бросаясь под нож хирурга. С другой стороны, динамично развивается косметология. Специалисты уверенно рекомендуют процедуры без скальпеля вместо липосакции и блефаропластики. Ну что же, страх перед старостью и внешние несовершенства превратились в эпидемию в США и Японии. Пластическую операцию уже модно дарить дочери на совершеннолетие. Так каких жертв требует красота? Поговорим сегодня об этом в чате девчат. И мы его ведущие Оля Найс и Алена Сединина. Сегодня с нами разбираться в проблеме будут уважаемые эксперты. Мария Максименко, мастер наращивания волос, поэтесса и финалистка проекта «Путь царицы, царица Симферополя». Также с нами Юлия Бондарева, психолог. И Андрей Джерилей, пластический хирург. Ну и конечно, с нами на площадке всегда работают наши бьюти-стилисты. Наша визажист Виктория для модели Олеси подготовит очень прям такой красивый макияж, который позволит увеличить ваши губки, глазки или скулы. Ну, в общем, сделать все, что вы захотите. Итак, поприветствуем Олеся. Проходите к нам. Косметология и пластическая хирургия могут как подарить красоту, так и забрать ее. Нужно понимать, действительно ли для вас эта проблема, требующая корректировки. Или речь идет о надуманных комплексах. И, конечно, вмешательство в организм стоит доверить только опытным врачам. Внимание на экран. Пластические операции кардинально изменили жизнь многих звезд. Кому-то подняли самооценку и положительно повлияли на карьеру. А чью-то внешность вмешательство хирургов испортило безвозвратно. Анжелина Джоли. Кто знает, как сложилась бы актерская карьера Анжелины, не поработая она со своим лицом. Спору нет, Энджи всегда была привлекательной девушкой, но пластика носа и коррекция формы скул и вовсе вывели ее на пьедестал. Спасибо умелым хирургам. Донателло Версачи. Одна из самых известных жертв пластики. Будем честны, свое лицо Донателло превратила в маску, а губы год от года становятся все больше и больше. Все это великолепие глава модного дома сдобрила оранжевым загаром. Отличный пример того, как не надо. Эммануэль Биар. Утонченная Эммануэль Биар была когда-то образцом французского стиля. Все проблемы начались, когда в 27 лет актриса решила сделать первую операцию. Дальше – больше. Теперь Эммануэль не просто выглядит старше своих лет, но еще и стала обладательницей неестественно огромных губ и припухлостей под глазами. Всякое действие порождает противодействие. Все больше женщин считают, что быть подчеркнуто женственной, чересчур ухоженной – немодно, неприлично, даже стыдно. 40-летняя французская актриса Шарлотта Генсбур рекламирует духи и при этом не скрывает своих морщин и прочих дефектов кожи. 36-летняя Кейт Уинслет, 53-летняя Эмма Томпсон и 42-летняя Рэйчел Вайс основали британскую лигу против пластической хирургии. «Никогда не поддамся давлению. Это противоречит моим убеждениям, моему воспитанию и моему представлению о том, что есть естественная красота», – говорит Кейт Уинслет. Ей вторит Эмма Томпсон. «Мы живем в ужасное время культом молодости, когда в 60 лет ты должна выглядеть на 30». Недавно против пластической хирургии высказалась и Сальма Хаек. «Я считаю, что все женщины должны прикладывать максимум усилий, чтобы продлить молодость, но пластическая хирургия делает всех одинаковыми». Говорят, что пластика – это способ без особых усилий измениться. Вы только представьте, вы уснули и через некоторое время проснулись уже вновь красивой и молодой. Ну, а наша следующая героиня не видит ничего плохого ни в пластических операциях, ни в каких-то изменениях в себе. Давайте посмотрим про нее видеоролик и обязательно послушаем, что же она говорит. Не обращаю внимания ни на кого вообще и призываю к этому людей жить так, как им хочется, делать то, что вам хочется, потому что многие люди, они живут как? Вот если я сделаю это, а что же скажут? Что будут думать люди? А что мне скажут родственники, а что мне скажут друзья, знакомые и так далее? Я так не живу. Я живу в первую очередь так, как хочется мне. Я очень целеустремленный человек, стараюсь по жизни идти с такой силой воли, с силой духа. Если я ставлю перед собой цель, я предлагаю максимум усилий к тому, чтобы этой цели добиться. И советую и рекомендую людям жить, как говорится, на полную катушку. Я, как всем заметно, увеличивала губы до достаточно большого размера, потому что на сегодняшний день реакция на губы на мои у людей неоднозначная. Но я вижу, да, то есть как бы кто-то смотрит с эффектом вау, кому-то это очень нравится, а кто-то смотрит и думает, блин, что-то не то. Но сам факт, что к ним нету равнодушных. Я могу сказать спокойно, что я за инъекции, я за то, чтобы женщина кололась себе, делала что-то, вот вставляла. Вот ей нужна грудь большая, вот она пошла, сделала грудь. Мне там нужна попа, она сделала попу. Но я всегда, опять же, за то, чтобы была мера. Ольга, добрый день! Проходите к нам. Олечка, пожалуйста. Скажите, вы правда считаете, что пластика – это норма? Да, вполне. Считаю, что это норма. Но если это нужно девушке, если ей это подходит, почему бы и нет? А что значит нужно и что значит подходит? Ну, есть девушки, которые, будем честны, от природы не имеют яркой внешности, пухлых губ, я не знаю, глаза красивые, скулы. Я думаю, что это не помешает. По вашему инстаграм-аккаунту можно понять, что вы мега популярная девушка. И иногда комментарии в ваш адрес выстреливают, ну, скажем так, негативные. То есть как вы относитесь к тому, что ваши губы называют обезьяньей жук, бездонной дырой? Ну, то есть это на самом деле так и есть. Я просто поражена, как вы это все терпите? То есть как это все можно не воспринимать или что? А как я могу относиться к людям с узким мышлением? Вообще никак. Равнодушно. От того, что человек может себе позволить озвучивать подобные высказывания, это вообще мне, это не играет никакой роли для меня. Я никак к этому не отношусь по одной простой причине. Потому что человек с высоким уровнем воспитания себе такого не позволит сказать в сторону другого человека. Особенно если этот человек меня не знает. Вы сказали, что если девушка не обладает яркой внешностью, то она в себе что-то меняет. Не всегда, но есть такие девушки, которые это делают. Есть такая возможность. Конечно. Вот вы почему поменяли? Потому что у вас, вы чувствовали, что у вас недостаточно яркая внешность? Нет. Потому что у нас есть фотографии вас до и после процедур. А давайте посмотрим как раз и скажем, надо ли было меняться у Олешки или нет. Это, я так понимаю, фотографии до, да, Оль? Да, это второй курс университета. Это второй курс университета. Вам где-то 18-19 лет? А, ориентированно, нет, даже 17. На фотографии слева 17 лет. На фотографии справа 18 лет. Ну, собственно говоря, губы полные. Ну, так и что не устроило? Форма. Это просто было желание. Просто желание. Потому что был тренд? Нет. Это, ну, именно в это время губы стали модными. Очень многие думают, что я сделала, потому что это было модно. Но именно в тот момент, когда их делала я, это было еще не так уж модно и развито. То есть еще не было каждой второй девушки со сделанными губами. Это какой примерно год? 2013-2014? Это было ориентировочно, это, не, в 15, или в 14, или в 15. Но это уже довольно-таки губы набрали популярность у всех. Я бы так не сказала, потому что листая инстаграм-ленту на сегодняшний день, да, и смотреть работы косметологов, каждый второй имеет обширный альбом с работами губ до и губ после. В то время, как делала их я, этого было очень мало. То есть было мало косметологов, которые это делают. Было очень мало девушек, у которых большие губы, которые делают большие губы. Этого было очень мало, на самом деле. И на сегодняшний день я могу сказать, что уже сейчас это тренд, и сейчас это мода. Ну вот вы любите меняться, да, вообще во внешности. Губы вы вот как надули, извините, так они у вас и держатся. А сдуть не хотели бы? Пока не планирую. Снова почувствовать себя молодой, как на втором курсе. Нет, пока не планирую. Оль, скажите, пожалуйста, вот с появлением ваших губ на вашем лице, что изменилось? То есть другое отношение людей. Я бы не сказала, что что-то изменилось. Другое отношение парней. То есть, ну понятно, что вы заходите, сначала заходят губы, сначала видно губы, а потом, собственно, все. Мне кажется, что, вы знаете, скоро можно брендировать мои губы, потому что столько обсуждений моих губ вообще, мне кажется, нету ни у кого и ничего. Почему? Ни одну часть тела, ну разве что у Ким. Почему так происходит? Я не знаю, у людей вызывает... Вот ваша аудитория. То есть, Оля, вы сравниваете ваши губы, простите, с папой Ким? Нет, 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 я ничего не сравнивала. Так почему такой ажиотаж на ваши губы пошел? Вот вы были такой же популярны в Инстаграме до инъекции? Нет, нет. Ага, вы говорите, ничего не поменялось. То есть, с приходом губ у вас пришли ваши фолловеры? Возможно, не отрицаю этого. Но вы почувствовали, знаете, как просыпаются популярные. Мне интересно, что Оля делала над собой. Оль, откровенно, что вы делали? Я губы, естественно, и около двух-трех раз добавляла скулы, больше не делала ничего. То есть, то, что говорят, что у вас не естественно, не натурально, не ваша грудь, да? То есть, у вас... Уменьшина талии, удалены ребра. Уменьшина, удалены ребра, да. Мне кажется, вы выбрали просто две такие фотографии, где это не особо видно, потому что в интернете есть очень много моих фото в школьное время. То есть, я уже в школе была с хорошим таким размером груди. У меня была узкая талия. То есть, как бы, это все... Я не думаю, что я сделала в школе грудь, учась в школе. Но, как бы, это логика же, правильно? Поэтому, как бы, у меня все свое. Оль, а как вы относитесь к косметологии, которая предполагает все натурально? То есть, вот массажи, какие-то процедуры, но без инъекций, без проникания там под кожу или что-то еще? Я не против. Я всегда за комфорт и за гармонию. Но если девушке комфортно ходить с маленькими губами, с маленькой грудью, без нарощенных волос, без нарощенных ногтей, ради бога. Мне комфортно вот сейчас выглядеть так, как я этого хочу. Я знаю, что я не перебарщиваю. И вопрос про то, что по какой причине и почему так реагируют на мои губы, так реагируют только здесь. В том-то и дело. Потому что у нас здесь как-то все очень плохо с тем, что если девушка выглядит ярко. Если мы выезжаем за пределы нашей родины, вообще вполне нормально реагируют люди. И никаких каверзных, оскорбительных моментов не происходит. Они происходят в основном здесь. Я бы хотела обратиться к нашему пластическому хирургу. И может быть развеять или подтвердить слухи о том, что наша героиня, может, себя как-то перекроила, сделала грудь, удалила ребра, скулы нарастила. Я не знаю. Скажите, у нее более-менее натуральная внешность? Как вы думаете? Добрый день. Добрый день. Конечно, натурально. И хотелось бы в большей степени остановиться на том моменте, что мы всегда ищем, почему это делает человек. Но этот человек делает именно такую операцию, потому что после нее он чувствует себя гораздо комфортнее. Ведь поверьте, что эта самодостаточная красивая девушка, она сделала эти губы не для того, чтобы у нее появилась там куча подписчиков. Оно ей вообще, по-моему, не принципиально важно. Это ее состояние от души, если она себя так воспринимает. Для меня это нехорошо. Я не могу сказать, и делать так не надо. Это лично мое мнение. Мы его не можем навязывать. При встрече с любым пациентом в пластической хирургии мы встречаемся минимум 3-4 раза, обсуждая все его проблемы. Потому что если я с пациентом не определюсь, что сделать, чтобы он получил психическое удовлетворение в итоге, мы не сможем добиться результата. Точно так же и у нее. Да, она так себя видит. Это прекрасно. Она раскомплексованная девушка. Она никак не реагирует на выпадки этих, извините, дебилов, которые сравнивают ее губы с чем-то там. Таких людей вообще не надо допускать к этому. Спасибо большое. Хоть один мужчина есть в таком умении. Так, но тему нашу мы продолжим после небольшой паузы. Я хочу губы. Как по вашей методике можно грудь вернуть в прежнее состояние? Наши собственные особенности есть всегда. А наша следующая героиня нашла свой способ омоложения. Никаких инъекций, никаких операций и вообще искусственных изменений в своей внешности. Только натуральная красота. Помогает ли ей собственная методика? Мы узнаем прямо сейчас и посмотрим про нее сюжет. Меня зовут Ольга, мне 37 лет. Я являюсь бьюти-коучем, тренером по естественному омоложению и красоте. Это о том, как естественным способом сохранить свою красоту и молодость. Потому что я считаю, что только естественный способ является полезным и здоровым для того, чтобы сохранить свою красоту, а также вернуть свою молодость. Пластика, инъекции. Это, на мой взгляд, нездоровый способ. Во-первых, это вредно для нашего мозга. Это вредно для, в принципе, для нашего облика. И на самом деле, кому хочется сливаться. Мы же, понимаете, куколки в магазине стоят, да, все с одинаковым лицом. Барби, там, ну и прочие вот эти вот куколки. И мы такие же. Причем у нас еще такой размах. Мы же любим, у нас такая русская душа широкая. Мы же любим все по максимуму. Но если уже делать губы, если платить деньги, то тогда давайте уже ставить конкретно. Свою красоту можно и нужно поддерживать, сохранять и возвращать свою молодость без косметологических процедур, инъекций, без пластической хирургии. Потому что есть естественные способы, которые в ваших руках, которые позволят выгодно, без особых вложений. Потому что это всегда с вами, это ваш ресурс. Ольга, пожалуйста, проходите к нам в студию. Да, скажите, вы правда верите в то, что с помощью кисточек, валиков разных можно добиться такого эффекта, например, как у нашей первой героини? А вы не верите, глядя на меня? А давайте посмотрим, кстати, у нас тоже есть фотографии ваши до косметических процедур ваших и после. Это так, до... Так, ну я вижу, что, что, синяки ушли. Ушли, да. Ну, губы как губы, да? Посмотри, на загубная складочка подравнялась, да, подравнялась. Вот здесь тоже мимические такие морщинки. Чечки поднялись, да? Скулы. Ага. Скулы появились, да? Окей. Это за месяц. Ольга, что скажете? Есть результаты? То есть вы бы не хотели, например, вот так вот себя... Нет. Почему? Не мой способ, не моя методика. То есть это слишком долго? Да, я люблю просто иглоукалывание, поэтому я за инъекции. Понятно. Зато честно, спасибо. Спасибо. Оль. Я как раз иглоукалывание не люблю, и я выступаю против инъекции, потому что я их, кстати, и на себе попробовала. Но это была такая щадящая, скажем, процедура, мезотерапия, которой мне одно-единственное хватило, чтобы с ней познакомиться. Ага, то есть был Гришок. А как вы думаете, я к этому пришла? Через свою собственную боль, через собственную встречу с этой болью, когда я выводила последствия вот этих вот инъекций. Что было, что какие последствия? Гематомы были, и очень долго пигментация. То есть я потом поняла, на самом деле это работал хороший косметолог, и здесь вопрос не к нему. Особенности кожи. Наши собственные особенности есть всегда. В любом деле, в любом случае, вот в случае с Ольгой все замечательно произошло, да? То есть коже это подошло, мышцам это подошло. Девушка смотрится, ну, скажем, вполне, ну, естественно, ну, скажем так, красиво, да? На определенную... Вы же в ролике сказали, что мы люди русской широкой души. Да, ну, вы понимаете, ну, действительно, я знаю, что есть размах гораздо больше с губами, да. Ну, к сожалению, мы так. Оль, они с губами будут прям побольше? Нет. Пока нет, но не факт, что не захочу. То есть еще, возможно, все... Люблю увеличивать масштабы. А как вам кажется, это адекватная самооценка себе, о том, что я хочу иметь губы, как русская душа, очень большие, на поллицерокие? У меня всегда в таком случае вопрос, зачем? Оль, зачем? Хочется. Я же говорю, я люблю все большое. Вам нравятся сейчас ее губы, размер сопоставимый с лицом, с телом? Мне не нравится. Вам не нравится? Мне не нравится. Я люблю все натуральное, естественно. Более того, я скажу свое мнение. Любая женщина красива по природе. Вот нет такого, что женщина некрасива. Есть женщина неухоженная, да, я согласна. Потому что ухаживать за собой – это труд. А зачем трудиться, если можно пойти лечь, и там все исправят и наколят? Ну, так вот поймите, хорошо, но не нравится девушка ни себе, ни окружающим. И такая внешность, что вашей методикой кисточками ничего не разгладишь. Ну, там хоть чем, я не знаю, веником в церкви, машину и молотком, и не поправляется внешность. Что делать в этом случае? Давайте так. Кисточки – это тоже такой легкий вспомогательный материал, но же все-таки... У вас есть более... Конечно, да. Другие способы. Ну, давайте сходить из того, что мы же ходим в тренажерный зал, там, или фитнес-тренировку, чтобы тренировать свое тело, правда ведь? Тело развивается совершенно по-другому, нежели меняется лицо, мне кажется, не совсем. Давайте задумаемся, что сделать, чтобы наше лицо было более подтянутым. Хорошее питание, спорт, душевная гармония. Инъекция, инъекция, инъекция. А если девушка хочет поменять какие-то черты лица, можно поменять вашей методикой? Можно. Но это очень долго. Ну, понимаете, опять же, зачем? Долго, конечно, любой естественный способ – это долго. Я повторюсь, это труд, это работа, работа над собой, работа НТК непростая. Можно ли с помощью вот ваших методов увеличить себе губы? Увеличить губы? Вот я хочу, но вот не решаюсь идти, допустим, и колоть, потому что это наверняка нереально больно. Оль? Я не могу сказать, что это больно, это просто одно из таких, из неприятных ощущений, но это не больно. Не больно. Но в любом случае, да, вот у меня болевой порог, он очень, например, сильный, я не хочу. Что можно? Что мне делать дома? Что какие процедуры? Есть определенные техники, которые позволяют в домашних условиях, даже не только в домашних, а по пути где-нибудь увеличить себе губы. Но это делать, конечно, надо регулярно. У нас с возрастом губы у всех немножечко, скажем так, усыхают, да? Лицо опускается, губки усыхают, и, конечно, всем хочется возвращать объем. То есть нормально вообще желание девушки быть красивой и стареть как можно позже, да? Вот. Есть специальные техники, упражнения, те же массажи, которые позволяют возвращать этот объем. Но давайте опять же, если мы родились с такими губами, там, пусть они тонкие, пусть они не такие пухлые, значит, наверное, как-то так природа, я не знаю, Господь Бог управили, что именно вот эти губы нужны нам. Я знаю случаи, опять же, когда девушки ставили себе, скажем, губы, да, другие, от другого человека, а потом, ну, внешность, скажем, на другого человека. А как это? Это как это? Это что это значит? Это я говорю, конечно, в кавычках, имею в виду, что когда не подходит, да, но мы хотим, например, губы, вот захотела я губы, как у вас, да, например, я пришла и сказала, сделайте мне такие, но они мне не пойдут. Может быть, вам нормально, а мне не пойдут. Нет, вы знаете, что я скажу? Просто большая часть девочек, которые говорят, как это плохо и нехорошо, зачастую это девушки двух категорий. Первый – это те, кто боится это делать. Они вроде хотят, потому что они смотрят, им нравится, они листают эти фотографии, блин, так круто, и помада крутая, и так все смотрится. А второе – это у кого нет финансовой возможности, потому что на сегодняшний день походы к косметологу, на губы, на скулы, на все, что угодно, неважно, стоит денег. И на сегодняшний день далеко не у каждой женщины, не у каждой девушки есть эта возможность регулярно ходить к косметологу и регулярно делать инъекции. Ольга, а что станет с вашими губами спустя 30 лет? Ничего плохого. Поверьте мне, так как буду выглядеть я лет в 60, так мало кто будет выглядеть в 60. Давайте перейдем в финансовый вопрос, который вы озвучили. Оля, у вас есть 12 тысяч рублей, чтобы пойти и сделать губы? Найдется, если вы захотите? Алена, откуда ты знаешь, сколько ты стоишь? Кому это все знают? Ну, во-первых, у меня уже, поскольку такая потребность отсутствует... Вот, допустим, вы захотели сделать, у вас будут деньги. Я просто не могу понять, как я могу захотеть сделать губы. Вот Ольга говорила, что женщины делятся на две категории, которые боятся это делать и у которых денег нет. Вы знаете, я просто привыкла тратить свои лишние деньги на более приятные вещи. Получается удовольствие, а наполняться по-другому. Что это дорого? Нет, что либо девушка боится, либо у нее денег нет. Завидует. Ну, не только это, не только это. Нет, не согласна, правильно? Оль, а вы преподаете какие-то, делаете обучающие уроки, видео, что-то, я не знаю? Да, конечно, я вот... И вы берете за это тоже деньги, да, правильно? Это платные... Это платные, но это, скажем так, разово. Человек научился, да, мы построили индивидуальный комплекс, и человек работает, да, девушка. Пользуетесь, да? А вопрос мужчины. Можно вам, да? Вот вы, как я понимаю, человек, девушка за естественную красоту. Тогда у меня возникает вопрос. Меня всегда удивляют люди, которые говорят, особенно женщины, я за естественную красоту, я против инъекций, против всего. Тогда у меня напрашивается вопрос вот такой, а зачем вы ходите в спортзал? Вот если вам Бог дал фигуру, у вас там нету попы или маленькая грудь, или у вас висит живот, вот вы... Есть же вот такие девушки, которые на генетическом фоне от природы полненькие. То есть зачем они идут? Худеют, они отдают деньги тренерам, они сидят. На диетах просто зачем это делать, если мы за естественную красоту? Не нужно использовать макияж, красить волосы, делать ногти. Смысл просто, если вам Богом дана вот такая фигура, вот такая внешность, выглядите вот так, без ногтей, без ресниц, без помады и без теней, и без спортзала в том числе. Да, я вас поняла, ваш вопрос очень хороший, спасибо. На самом деле сейчас немножко идет подмена понятий. Естественная красота и неухоженность. И давайте по-другому посмотрим. Я выступаю за здоровую красоту. А извините, здоровая красота без ухода за своим телом, без движения, без правильного питания, без хорошего сна. Физические нагрузки – это обязательно. Осанка, работа над осанкой – это основа вообще построения лица, да, если говорить о системе, в которой работаю я. То есть это обязательно для всех. Для тех, кто прибегал к неестественным способам омоложения или моделирования. Для тех, кто прибегает к естественным способам – это обязательно. А вот этот вариант, ну что там, ничего не делать, сесть на диване, да, там, не красить ногти, ну, например, не ухаживать за собой – это уже вопрос неухоженности и лени. Давайте не забывать, есть процедуры, но, опять же, за здоровьем мы все-таки занимаемся спортом, правильно питаемся, о чем я уже говорила. Поэтому все эти наши ресурсы. У нас у женщин есть замечательный ресурс, да, свои собственные руки. И чтобы быть молодой, красивой, чтобы поддерживать свои щечки в форме, есть еще гимнастика для лица. Собственно, этим я и занимаюсь и обучаю девушек альтернативным способом, как сохранять красоту и молодость. И действительно, можно не просто омолодить лицо, но и смоделировать свое лицо, если в этом, конечно, есть психологическая необходимость. Но надолго ли это хватит? Какие ресурсы? Вот мы хорошо, мы подтянем, а потом она все равно уплывет вниз. Вы еще не один раз будете подтягивать? Это как в тренажерный зал, или там вы приседаете, да, вы попу подтянули, не позанимались. Она, генетический фонд, значит, по исследованиям это 15%. Остальное наше, повторюсь, третий раз, питание, здоровая еда, сон, гимнастика для лица, движение, грамотный уход. Никто не исключает косметологические процедуры, как масочки, да, массажи, это же тоже косметологические процедуры. Вам, получается, выгодно, если не будут делать губы, будут идти к вам? Ну, я думаю, что я сама со всеми не справлюсь, хотя при желании, конечно, можно задаться целью, но желающих я всегда могу научить. Я для себя, я обрела крылья, потому что я тоже когда-то задумывалась, как мне вообще, стареем как-то. Конечно, всем хочется как-то подчеркнуть даже естественную красоту и не стареть. Это двойные стандарты, то есть нельзя сказать, что, к примеру, мне нравятся блондинки, но при всем при этом находиться с брюнетками. Или мне нравится красный цвет, а носить белый, так не получается. То есть если человек за естественную красоту, я не понимаю смысла. То будь добр, ногти не в среди, да? Нет, мне нравятся просто девушки, которые с огромным возражением говорят о том, что, Оля, ты что-то сделала губы, у тебя там и ресницы, и ногти, а я там вся такая естественная и красивая девчонка. Но суть в чем? Ты ходишь в спортзал и хочешь похудеть уже. То есть я знаю девочек, которые изрядно худеют по 5 лет, потому что не хотят там жирные ноги себе, обвисшую грудь. Еще у меня, кстати, вопрос по поводу вашей здоровой косметологии, скажем так. У вас есть дети? Есть. Скажите мне, пожалуйста, вот есть как бы на генетической основе вот такая ситуация? У некоторых женщин после кормления грудь как бы в хорошей форме, да? А есть женщины, у которых большие проблемы. Как по вашей методике можно грудь вернуть в прежнее состояние? Дабы муж, мужчина радовался, что у его женщины даже после кормления грудь в порядке. Вот как? Вы меня немножко, знаете, прям присела в кресло. А как вообще можно жить с мужчиной, который смотрит там, под обвисло у тебя грудь, или тут упала у тебя щечка, или морщинка появилась или нет? А есть животные инстинкты, опять же, вы что-то написали, понимаете? Это очень важно, это очень важно. Да. До этого существует... Инстинкт, где не проживешь, понимаешь, в браке 50-х девочек. Ну, они классные, классные. Такие наивные, я не могу. Я поддерживаю позицию нашей Ольги. Да, на самом деле, любая женщина хочет быть красивой, в том числе потому, что это инстинкт, тот же инстинкт наш к продолжению рода. Женщина красива, да, и поэтому, да, в том числе, да, определенно ваш возраст у нас все это держится, да, а потом все потихоньку сходит на нет. И стареть, на самом деле, это нормально, но это должно быть красиво, естественно, если того женщина хочет, конечно. Можно ничего не делать, и это, ну, в общем-то, правда и право любой женщины. Но есть способы безопасные, недорогие. Подтянуть назад, да? Конечно, подтянуть лицо, горячить губы. Если вот я сейчас Ольгу слушаю и думаю, если у меня обезьянья жоп на лице, как живут женщины с ушами с паниеля вот здесь? Как они себя прекрасно чувствуют? Понимаете, Ольга? Ладно, у меня жопа обезьяны на лице, но я с этой жопой обезьяны эффектно выгляжу, и на меня оборачиваются люди, и я нравлюсь мужчинам. А как живут женщины, у которых здесь уши с паниелями, которые на них тоже оборачиваются? Оль, на них тоже оборачиваются. Не, ну просто, я не понимаю. Они не ходят просто в головы, и это скрывают. Понимаете? Есть методы? Подождите, вот я хотела бы спросить у нашего психолога. Вот подведите небольшой такой итог. Вообще, обращение к хирургии пластической, к инъекциям, в общем, все желания и попытки себя усовершенствовать, свое тело, так сказать, это... Это массовое влияние, или это из детства откуда-то идет, или навеяно нам социальными сетями? Есть такое понятие в психологии, называется дисморфофобия. Никто не слышал о таком? Оля, вот кивает, слышала, наверное. А мы не слышали. Я прям зачитаю, что это значит. Смотрите, это психологическое расстройство, которое предполагает навязчивую озабоченность своими частями тела, которые человек постоянно считает несовершенным и хочет исправить. То есть есть такая даже тема психологии, психотерапии, что некоторые женщины, особенно подросткового возраста, они страдают этой темой и обращаются к нашим дорогим пластическим хирургам для того, чтобы постоянно что-то исправлять. Но на самом деле это исходит не из-за того, что у человека что-то не в порядке, а исходит из-за того, что просто есть внутри какие-то не совсем психологические здоровые проблемы. Да, это может быть связано с детством, это может быть связано с тем, что очень много навязывается культуры, красота такая, да, вот как бы культура красоты, что нужно 90-60 на 90, блондинка с голубыми глазами, губы там, не знаю, как там не буду, вот Оля называет губы, не читала. Что там за комментарии такие? Ну, у каждого есть свои какие-то, да, вкусы, но это, конечно, где-то навязчиво, поэтому, ну, я как бы ни за то, ни за другое, потому что считаю, что пластическая хирургия, она тоже имеет место быть. И у меня еще медицинское образование есть, я понимаю, что иногда мы должны прибегать к этому, но, наверное, как-то без фанатизма. Спасибо большое. А вот наша следующая героиня, она совершенно не боится экспериментировать с собственной внешностью, но мы с ней познакомимся после небольшой паузы. Глаз на другое место приклеить, и вы это делаете? Я бы Ольге, например, такие губы не сделал бы никогда. Главное, чтобы человек был довольный. Анна, добрый день! Расскажите, как вы меняете свою внешность, экспериментируете ли над ней? Здравствуйте. Да, конечно, я считаю, что в современном мире живя, мы уже не можем как бы только бабушкиными травками, массажами обходиться. Сейчас, в данный момент, косметическая, пластическая хирургия шагнула далеко вперед, это уже вышло на первый план. Конечно, замечательная наша героиня прекрасно выглядит без всех этих процедур, но как бы далеко не всем, к сожалению, дана такая генетика. С возрастом мы меняемся. Поэтому я, например, не считаю, что нужно быть против чего-то. Главное, жить в гармонии с собой. То есть, если хочется, надо пользоваться дарами. Аня, а что вы уже в себе изменили, возможно? Что же делали? Ну, на данный момент мне 40 лет. Как бы я немножко стараюсь идти в ногу со временем. Немного инъекций, немного массажа. Всего в меру, в общем, вместили себя. Да, я считаю, что надо было одно. Но не натягивали себя, да, на затылок туда кожу не стягивали. На затылок еще рановато. Но если будет время, которое придет, обязательно. А если вообще понадобится натяжка, утянете себя? Конечно. Да, то есть вы не против? Конечно. И не боитесь ничего, да? Если возникнет такая необходимость, то я пройду все эти пути, потому что я считаю, что на самом деле главное, чтобы человек был доволен внутри себя. Ольга, как вам позиция Анны? Я полностью разделяю. То есть, если вам тоже придется, вы тоже натянете себя на затылок. Конечно, если не придется, сделаем. Оль, а если вот к вам придет ваша, например, дочь и тоже скажет, мама, я хочу губы, скулы, грудь, все эти дела? Ну, если она ко мне придет и ей уже будет за 18, будет делать то, что ей хочется. Но в любом случае я буду следить за этим, чтобы это все было в меру. Потому что на сегодняшний день время немножко другое. В то время, когда у меня будут дети, я надеюсь, это все немножко уже учихамилится. И все будет гораздо спокойнее. Но я не буду против. Меня так воспитывали, я буду воспитывать своих детей так, чтобы у ребенка всегда был свой выбор. Чтобы не было никаких запретов. Потому что впоследствии это очень сильно отражается на жизни ребенка. Если ребенка слишком ограждают, слишком много запрещают, это как бы не является для меня нормой. Вам ничего не запрещали, не ограждали? Нет, меня ограждали. У меня не было вот такого, что мне сказали, ты пошла гулять, ну иди, все. И никто не звонит, и ничего. Вот такого не было. Просто у меня всегда был выбор, что мне делать и как мне это делать. И вот можно дать слово нашей красавице-эксперту? Скажите, пожалуйста, свою позицию по поводу нашей темы. Мария. Какой вы стороны больше придерживаетесь? Ну, послушая девочек, конечно, я поддерживаю и ту, и первую, и вторую сторону. Но опять же, есть два но. Первое – это всему свое время, как сказала Оля. И второе – это без фанатизма. Всему свое время – это когда девочка, например, после школы, она уже как бы молодая и так. И у нее возраст молодой, 17 лет. Но куда ей делать скулы или давать дань моды? Она побежала, увидела в Инстаграме, делают скулы, омолаживают лицо. То есть я это хочу. И вперед я побежала делать биоревитализацию и так далее. То есть я тогда против. Ты и так молодая и красивая. Зачем тебе, как говорится, бежать впереди паровоза? Вот, уже когда, как говорится, петух клюнет, тогда уже и делает. И кубы немножко сдуется, да, освоится. Второй момент – тоже есть женщины, которым уже, ну, как бы возрастной, да, их предел там, ну, 50 и старше. Они никогда в жизни ничего не делают. Вот, например, да, придерживались за натуральность, за натуральную красоту, там, халай-махалай, махали кисточками и так далее. Вот, но наступил такой момент в жизни. Ну, у всех бывает, да, как бы критическая какая-то ситуация. К примеру, бросил муж. Человек решил в себе что-то поменять, изменить. Но уже, как бы, 55, процесс запущен, человек никогда ничего не делал. Тогда уже ей может помочь только либо пластический хирург, либо уже какое-то вмешательство инъекционное. Потому что, ну, то есть обычными массажами я не думаю, что… А человеку надо вот сейчас, прямо сейчас. То есть я хочу быть молодой, я хочу найти другого мужа, новую любовь и так далее. Тогда, как бы, да, пожалуйста. Но это же проблема в самом человеке, правда? Можно было раньше за собой следить? Ну, если ей будет… Тогда ей было комфортно. Муж ее любил, например, такую, да, к примеру, вот с ушами и спанией. Мария, скажите, отталкиваться от своего, не знаю, молодого человека. Ты же женщина, ты изначально должна всегда за собой следить. Ну, понятно, нет, ну, я не говорю, что она там вообще не следит за собой. Но именно уже такие вмешательства, когда там убирают глубокие морщины или там подтянуть скулы и так далее, обвисшее лицо, ну, то есть тут уже не поможет. Мария, вот вы сказали, все хорошо в меру. Вот посмотрев на Олю, в меру? У Оли в меру, да. Или тумач все-таки? Нет, нет, Оля выглядит хорошо. Ну, опять же, к примеру, я бы не делала себе большие губы, потому что, ну, мне просто, может, не пойдет. А что вы делали вообще с собой? Что-то делали? Ну, биоревитализацию я делала, увлажнение кожи, как бы, против пигментации делала лазер. Вот, ну, в принципе, я как бы так особо что-то такое серьезное... Губы не делали, грудь не вставляли. Губы не делала, нет. Но я ходила 20 месяцев с брекетами. Кстати, лайфхак. Кто хочет большие губы без инъекций, можно поставить брекеты, и губы автоматически будут выпирать. Большого размера, да. Дайте, пожалуйста, слово пластическому хирургу. Расскажите, какие случаи... Меня распирает, потому что существуют протоколы в медицине, по которым мы должны работать. И в эстетической хирургии в том числе. Мы все говорим об инъекциях, инъекции. Инъекции нужно начинать с 25-летнего возраста по протоколам. Потому что когда, уважаемая Мария сказала, когда уже 55, никакие инъекции уже не помогут. Потому что они на основе гиалуроновой кислоты, которая после 50 лет помогает 10% пациенток. Потому что в нашем организме в этом возрасте увеличивается в разы концентрация гормона, фермента, который его разрушает. Поэтому все нужно делать вовремя. И дело не в количестве. И опять-таки, по любому проблеме в медицине, можем говорить, гипертоническое, как угодно, ее лечат постоянно. Косметологи тоже работают постоянно. И это не значит, что вы сделали инъекцию, и на том все закончилось. Это курсовое влияние на вашу внешность. Вы пришли, провели инъекцию, через 10 дней пришли, повторили. Еще через 10 дней и ушли на полгода, на 10 месяцев. Но вы должны вернуться, иначе эффект будет потерян. Спасибо. Оля, с какого возраста вы начали делать инъекции? И увеличивать, постепенно, я так понимаю, губы увеличивать? Первый раз, да, сделала губы. Я точно не помню. 20-21. Вот в этот период. 20-21 мне было. Но они еще не были такие, как у вас сейчас? Нет, они были гораздо меньше, но как бы с первого раза я уже сделала так нормально. И потом скулы? Или как вы к этому пришли? Скулы я пробовала, мне было интересно, что это, как. Я это испробовала на себе, испытала, и после этого я уже не делала. А вот можно к хирургу еще обратиться? Вот то, что называет Ольга, это очень простые манипуляции с лицом. А есть ли у вас какой-то, не знаю, кодекс, какие-то операции, за которые вы вообще не беретесь? Или вот то, что пришел, сказал клиент, хочу вот это, там, глаз на другое место приклеить, и вы это делаете? Ну, это решает каждый хирург. Я, например, никогда не переступлю через ту грань, если я понимаю, что это некрасиво. Я бы Ольге, например, такие губы не сделал бы никогда. Она бы ушла к другому специалисту, тот, кто это сделает, ему это нравится. Почему я говорю, что мы должны проблему видеть одинаково. Где-то грань, про которую говорит Сергей. Он говорит про какую-то грань. И вы не боитесь ее переступить? Нет, нет. От того, что вы, вот в чем суть, я еще раз скажу, что только здесь такая реакция. Она только здесь. Вот только здесь, потому что на сегодняшний день у меня растут младшие братья, младшие сестры. У меня есть сестра, она 5 лет младше меня, да, и она смотрит, у нее не появляется желание сделать то же самое. Потому что есть воспитание, есть то, что в ребенка вкладывают. И в нее вкладывают нужные вещи. И она говорит, ну, я этого не хочу, да, тебе круто, тебе нравится, ходи. Я не хочу. Меня устраивает так. А хотя вполне себе взрослая девушка. То есть это говорит в первую очередь о том, в каком социуме, в какой семье живет ребенок. Если девушки, которые умудряются, видя меня в городе, сказать, ой, ты такая классная, а за моей спиной в инстаграме пишут оскорбительные вещи, это вопросы к их семье и к мамам, которые вносят в этих детей определенные нюансы. Если девушка ходит и говорит, я просто знаю даже у косметологов, которые мне говорят, Оль, вот те девушки, которые тебе пишут в инстаграме, обезьяны, ты уродина, ты такая страшная, у тебя губы не такие. Они просто приходят к косметологу, показывают мою же фотографию и говорят, я хочу такие губы. Ольга, спасибо вам большое за вашу историю. Спасибо. Но у нас самое время перешло вспомнить про нашего визажиста и посмотреть, какие результаты у нас сейчас получились. Давайте пригласим. Виктория, Олеся, проходите к нам. Очень хочется посмотреть уже на вас. Виктория, расскажите, как вы поменяли. Мне вот лично было интересно, как с помощью косметики можно добиться объема увеличенного губ, да, скулы. Ну, я, понятное дело, увеличила ей губы. Добиться этого эффекта можно с помощью того, чтобы приподнять просто контур губ на миллиметры, на два. Все зависит от того, насколько вы хотите увеличить губы себе. Также я четче прорисовала скулы и немного увеличила глаза, потому что вот тени нанесены таким способом, чтобы глаза больше расширить. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Думаю, хороший результат у нас получится, и телезрители и посмотрят, и его оценят. Изменить свою внешность или повысить свою самооценку решать, конечно же, вам, наши уважаемые телезрители. А мы благодарим наших героев и экспертов, что пришли к нам и поделились своим мнением, и желаем вам, дорогие телезрители, большой-большой любви и огромного счастья. С вами была программа «Чат-девчат». Увидимся. Пока-пока. АПЛОДИСМЕНТЫ